Партнеры программы. Футбольная школа «Спартак Юниор» и «Союз Тхэквондо Бурятии». Анастасия Пронкинова. Олег Намжиев. И в этом выпуске вы увидите «Этноспорт, шахматы и футбол». Обо всем подробнее смотрите прямо сейчас. Шахматисты Бурятии получили стипендии. Международный фестиваль «Алтан Мундарга». Владимир Гранат открыл традиционный турнир по мини-футболу. Кубок друзей. 12 апреля между Федерацией «Шахмат Бурятии» и Обществом ограниченной ответственности «Смит Инвест» было подписано соглашение о сотрудничестве. Согласно соглашению, стипендия в размере 30 тысяч рублей будет выделяться на Мини Дармаевой, кандидату в мастера спорта, победительнице первенцы Европы и России, чемпионке Дальневосточного федерального округа среди женщин по быстрым шахматам. А также стипендии в размере 5 тысяч рублей будет выделяться Дарья Миссаргаевой, кандидату в мастера спорта, серебряному призеру чемпионата Дальневосточного федерального округа среди женщин, чемпионке Бурятии среди женщин, финалистский чемпионат России среди женщин. Мария Ихамнуева, кандидату в мастера спорта, серебряному призеру чемпионата Дальневосточного федерального округа среди женщин по блицу. Софья Унгаева, серебряному призеру первенства России по быстрым шахматам, члену юношеской сборной России. Также 29 марта мы заключили соглашение о поддержке нашего ведущего международного гроссмейстера, члены сборной мужской России, Жемесарана Цедыпова, с торговой группой «Абсолюта». Ему будут выплачиваться ежемесячные стипендии в размере 42 тысяч рублей. На сегодняшний день он находится на международном турнире в Ташкенте, поэтому сегодня, к сожалению, смог принять участие в подписании наших соглашений. Кроме этого, стипендия в размере 30 тысяч рублей будет выделяться, уже выделяется компанией «Строительный Бест Плюс». Это Сайжини Комиссарови, она является серебряным призером первенства Европы, бронзовым призером чемпионата Дальневосочного федерального округа среди женщин, чемпионкой Бурятии среди женщин. И, кроме этого, мы также подписали соглашение с компанией «Байкал Георазведка», которые будут выделять стипендии нашим ведущим шахматистам, это Роману Сымбелову, кандидат в мастера спорта, победитель первенства России в размере 15 тысяч рублей. Родом Хабукшанова в размере 15 тысяч рублей. Родом Хабукшанов у нас является победителем первенства мира, России, серебряным призером первенства Европы, ну и международным мастером. Также имеет балл международного гроссмистера. Поэтому я считаю, что поддержка оказана достаточно большая. Я считаю, что результаты будут еще выше, чем у нас есть на сегодняшний день. И ребятам остается только заниматься и достигать новых вершин. Общество с ограниченной ответственностью «Смит Инвест» более двух лет поддерживает наших спортсменов, шахматистов. Так как на мина наша землячка, уроженка Закаминская, ну вот именно взять под опеку. Поэтому, да, приняло решение, что именно, ну не только ее, ладно, чтобы еще были три. Вот определились, что еще три наших юных шахматиста тоже будут получать стипендию в поддержку. Не устану говорить, конечно, слова благодарности нашим неравнодушным людям. Всем нашим предпринимателям, кто не считаясь ни с какими ситуациями, находит возможности и поддерживает наших спортсменов, поддерживает наши мероприятия, в том числе массовые мероприятия. Большое вам всем за это спасибо. И мы со своей стороны, безусловно, будем также поддерживать спорт. В рамках празднования столетия Республики Бурятия, столетия со дня образования Министерства спорта России, 1-2 апреля в физкультурно-спортивном комплексе прошел 6-й международный этнокультурный фестиваль по разбиванию хребтовой кости. Традиция разбивания костей занимает важное место в жизни бурят и монголов. Этот ритуал имеет сакральное значение и уходит корнями в глубокую древность. Соревнование собрало участников из всех районов Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Тывы и Калмыкии, Монголии и Китая. И пусть наши спортсмены, наши бойцы, все наши участники сегодня покажут красивую борьбу, накал снастей, и чтобы кости летели во все стороны. С праздником, дорогие земляки! Вот это мероприятие Алта Мундерга, можно смело сказать, это наш бренд Республики Бурятия, потому что именно из Бурятии мы продвигаем вот эту игру, и именно благодаря вот этому фестивалю Алта Мундерга, вот эти последние годы, что в Монголии, что в Китае, что в Туве, что в Калмыкии. Считается, что разбиванием кости душа животного освобождается и перерождается. В первый день турнира спортсмен из Тункинского района Жалсып-Манзаров побил мировой рекорд. Он разбил 63 кости за одну минуту. Я до этого готовился, физически, морально подготовился к этому. Но у меня так в планах было 70 костей сломать, но ничего, как-нибудь будем работать над этим. А по итогам напряженной двухдневной борьбы, абсолютным чемпионом турнира стал костолом из Агинского бурятского округа Забайкальского края Чингис Батумункуев, который забрал главный приз соревнований – 1 миллион рублей. В минувшие выходные Улан-Удэ посетил заслуженный мастер спорта России, знаменитый футболист из Бурятии Владимир Гранат. Владимир и его друг Максим Бувалин, генеральный директор Улан-Удэ Энерго, провели традиционный ежегодный турнир «Кубок друзей». Турнир уже проводится 9-й год, в этом, наверное, самое главное участие принимает Максим Бувалин, мой друг, спасибо ему большое, хочу сказать. Турнир посвящен памяти наших наставников, наших друзей, с которыми мы играли, и хотелось бы, чтобы у юного поколения было такое понимание дружбы действительно хорошее, чтобы дружили они не только на футбольном поле, но и продолжали дружить за его пределами. Соревнования в этом году проводились в физкультурно-спортивном комплексе между мальчишками 2009 и 2010 годов рождения. Турнир приобрел статус республиканского, потому что у нас участвуют 4 городских команды, 4 команды с районов, это Кижинга, Хоринск, Заиграево и Гусиноозерск. Турнир проходит по 2009 году, вообще, конечно, мы проводим этот турнир перед новогодними праздниками, но получилось так, что перенесли его на апрель. Кубок друзей посвящен ушедшим из жизни тренерам Владимиру Викторовичу Белбородову, Василию Николаевичу Лапсанову, а также футболистам Алексея Бабулеву, Вадиму Головко и Антону Иванову. Прежде всего, конечно, хотелось бы выразить свою благодарность организаторам, Владимиру Гранату, Максиму Бывалину, потому что то, что они делают, называя Кубок друзей, ну, меня, если честно, меня пробрало, потому что они это сделали в честь памяти своих тренеров, которых, к сожалению, сегодня нет рядом с нами, и, к сожалению, молодых ребят, которые молодые, да, но тоже нет. Поэтому и дань уважения, да, к старшим, да, к своим близким друзьям, да, это, наверное, дорогого стоит. Также в рамках этих соревнований вместо привычного матча друзей был проведен мини-турнир среди взрослых команд. На поле вышли команды. Локомотив, воспитанники Владимира Викторовича Белобородова, импульс, воспитанники Василия Николаевича Лапсанова и ветераны футбола Бурятии. В составе Локомотива свои матчи провели Владимир Гранат и Максим Бывалин. Было здорово наблюдать за друзьями, которые весело и непринужденно передавали пас, радовались забитым голам. Хорошо, что победила дружба. А у мальчишек было не все так просто. Игры были напряженными, яркие эмоции, полная самоотверженность и азарт у юных футболистов зашкаливал. Ну, первая игра сложная, потому что мы уже от минки ушли. Играем на большом поле, непривычно. Ну и первая игра тяжело довольно далась. Каждый из матчей проходил в бескомпромиссной борьбе. Большое количество опасных голевых моментов, красивые передачи, детский футбол по накалу страстей превосходил взрослых. По итогам соревнований лучшим игроком турнира признан Игорь Василенко. В шаге от призового места осталась команда спортивной школы номер 6 «Локомотив». Третье место у школы Олимпийского резерва из города Гусиан-Озерск. Серебро у команды «Байкал-ДСС». Лидером же турнира стала команда спортивной школы номер 6 «Галеодор». Кубок друзей вновь объединил ребят из всех уголков Бурятии и показал им, что такое дружба сквозь года и вне футбольного поля. А уже в августе Максим Бувалин и Владимир Гранат проведут очередной детский турнир «Большие звезды светят малым». А в декабре пройдет юбилейный 10-й турнир «Кубок друзей». А в рубрике «Продвижение» давайте поближе познакомимся с членами сборной Бурятии по шахматам. А также среди юных спортсменов есть члены сборной России. Шахматы для меня – это место, где я могу оторваться по полной. А, ну то есть это весело и интересно? Да, это весело и интересно. Какие ты эмоции получаешь? Время партии? Да. Разные эмоции. Ну, в частности, испытываю наслаждение. А от чего ты больше получаешь наслаждение, как ты сказала, от проигрыша, либо от побед? От побед. Поскольку после победы у тебя становится больше шансов пройти дальше. И вообще победа – это же классно и круто. Так что вот. Так, девчонки, расскажите, пожалуйста, почему эта игра интересна? У меня и происходит мини-зварушки, свое развитие. Где ты сам всем будешь. Сейчас что ты делаешь? Сейчас вот проиграю. Ну. Что происходит в твоей голове во время игры? Во время игры я, получается, считаю разные варианты. Смотрю разные тактики. И если надо, то придумаю план игры, как я буду играть и какие-то и дальнейшие действия, чтобы достичь побед. А помимо шахмат, чем еще увлекаешься? Помимо шахмат, я увлекаюсь танцами. Ну, это, наверное, как физическая подготовка. Потому что для шахмата тоже важно. Так как выносливость во время турниров, она очень важна. Иначе под конец турниров ты очень устаешь. Потому что каждый день идут партии. Роман, расскажи, самая долгая партия, какая у тебя была? И где? И сколько длилось? Самая долгая партия началась по 5 часов длилась. В каком городе? В Новокузнецке. И какой результат был? Я проиграл. Было ли это страшно? Какие эмоции при проигрыше испытываешь? Негативные. И как они проявляются? Ну, смотря кому проиграл. Так, а бывает, что мальчишки против девчонок играют? Да. Кому лучше проигрывать? Мальчишкам, девчонкам или... Или там по разрядам? Ну, лучше, конечно, мальчишкам, проиграть, чем девчонкам. А перед вами тренер ставит какую основную задачу, когда вы выезжаете? То есть это только соревновательный процесс или только победа? Только победа. Больше никак? Главное, не обозориться. Страшно за себя или за тренера? За тренера. А в шахматах все строго. Тренер во время игры не подсказывает. Инна Саяновна, вы будете подсказывать? А нет, я не подсказываю обычно. Мы потом только в конце разбираем уже по итогам. То есть слова «помогите» они не помогут? Не помогут, к сожалению. Так. Ну, я знаю, что конь ходит буквой «Г». А ты больше знаешь? Что-нибудь какие-нибудь прикольные у вас, я не знаю, там, есть слова. Не знаю, допустим, когда играешь в домино, там, 11 барабанной палочки, а у вас там что-то. Бывает шахматы. Вилка. 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 Тут подсказывает, что вилка. Что такое вилка? Вилка, она это когда нападает сразу на две фигуры. А, и начинаешь выбирать, да, какую фигуру скушать? Типа, да. И какую лучше скушать? Так, это второе. Ну, и самый известный бурятский шахматист Эрдем Хубукшанов, международный мастер, победитель первенства мира и России, серебряный призер первенства Европы, чемпион Дальнего Востока среди мужчин по шахматам, рассказал нам про эмоции во время игры. Есть общее мнение о том, что шахматисты, как лучники, очень скучные, невеселые ребята. А проверки, я смотрю, у вас очень весело проходит игра. Ну, у нас они очень весело проходят, потому что мы еще так более-менее дети. А шахматисты в основном скучные, когда они уже, там, им 30 лет, и они, на самом деле, устают уже в шахмате. Да, мне кажется, все в 30 лет становятся скучными. Ну, вот вы вроде не скучны, но вам и не 30, наверное. Спасибо, мне 34 года. Эрдем, а как можно скрыть свои эмоции? То есть вас этому обучает и помогает ли распознавать эмоции? Ну, если самому ставить или скрывать эмоции, то, в принципе, это не грамм, не сложно. Но, на самом деле, бывает выгодно, как бы, пощуриться, чтобы соперник понервничал, чтобы у него не очень позиция. А покажи, как ты щуришься? Ну, типа, делает хода. Правильно, неправильно, да? И срабатывает? Ну, с теми, кто заведомо ослабляет, они обычно, да, реагируют на такое. И, ну, еще такой вопрос, а со слабым соперником интересно играть или нет? Мне с сильным интереснее, как бы, хочется победить того, кто, казалось бы, сильнее тебе. Наши юные шахматисты и вправду очень веселые и дружные, а впереди у них очень много стартов. Поэтому желаем спортсменам только побед, чтобы все мечты сбывались, а планы реализовывались. На этом все. С вами были Анастасия Бронькинова, Олег Намжиев. Любите себя. Занимайтесь спортом. И смотрите ТВ. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!